Культура, если вдуматься, основывается вовсе не на любопытстве, а на любви к совершенству. Культура — это познание совершенства. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что называется культурой. С вами программа «Аколада» и я ее ведущий Тарас Куценко. Что рождается вне нас, вместе с этим с нами? Звук. Именно звук несет неограниченную информацию об окружающем человеком мире и является одним из активнейших элементов живой и неживой природы. Звук, пожалуй, оказался одним из наиболее важных физических факторов в развитии человеческой цивилизации, став универсальным средством общения между людьми. Тема сегодняшней программы — акустика звука и ее воздействие на человека. Идеальной считается такая акустика, когда каждый зритель в любой точке зала слышит звук с наименьшими искажениями. Громкость звука, его частоты, модуляции и прочие физические характеристики должны доходить до каждого слушателя неизменными. Пожалуй, сегодня в нашем городе один из лучших залов с прекрасной акустикой можно считать дом органной и камерной музыки. Органный зал находится в помещении собора Успения Пресвятой Богородицы, здания древнейшего православного храма города Харькова. Колокольня собора на момент постройки была одной из самых высоких в России. Сейчас же она одна из самых высоких на Украине. Вот уже более 20 лет в храме звучит орган чешских мастеров. Харьковчане имеют возможность слушать органную музыку в акустике этого храма. Музыка — это искусство звука. Поэтому вся сила воздействия музыки, она как бы вне слов, она вне визуальных образов. Она заключается исключительно в звуке. И поэтому для любого инструмента, для абсолютно любой инструментальной или вокальной музыки очень важной частью существования музыкального произведения, любого, является то, где она звучит, в каких условиях. Это особенно важно для органных залов, для зала, в которых звучит органная музыка, потому что все говорят, что, и принято считать, что зал — это один из компонентов музыкального инструмента. В данном случае зал является частью органа, как дека рояля или дека арфы, является необходимым условием для звучания, для того, чтобы этот инструмент звучал. Точно так же стены и купол, и зала, в котором стоит орган, становятся его частью. Музыка — это место для усиления акустики. Закладывали в сходы храмов глиняные кувшины или горшки. Звук, попадая в них, усиливался и возвращался обратно в храм. К сожалению, сейчас, если посмотреть, как строятся современные храмы, очень часто пренебрегаются акустические свойства. И, наверное, или просто это не закладывается, или предполагается, что если построить так, то будет все нормально. Например, я сталкивался с таким мнением, что, опять же, правильно спроектированы с точки зрения акустики. И это, наверное, практическая сторона вопроса. Если говорить о духовной стороне вопроса, да, акустике храма, то так как в храме все символично, символичен сам храм, он является собой преображенный космос, преображенное мироздание, в котором царствует Господь. Все мироздание находится в такой гармонии, в соподчинении и гармоническом взаимодействии. И акустика храма, когда в храме поется какое-то песнопение, читается какой-то текст богослужебный, напоминает также о том, что всякое, как всякое сказанное слово в храме распространяется, усиливается и доносится по всему храму, так, наверное, человеку это должно напоминать о том, что всякое дело, сделанное им в мире, даже тайна сделанная, даже слово сказанное и мысль продуманная, она имеет значение не только для его жизни и для жизни его окружающих, ближних людей, но и для вообще всего мироздания. Он своим поступком, своим словом вкладывает какую-то лепту, какое-то дополнение и каким-то образом меняет мир, изменяет мир. Православные храмы, там есть определенные каноны, православные храмы поэтому узнаются и они часто похожи друг на друга во временном периоде. Так строили там в 19 веке, так строили в 18 веке, а потом еще есть дележка Московская школа и прочее, прочее, прочее. Например, один из самых последних храмов в нашем городе, который был построен перед самой революцией, это, как мы харьковчане его называем, Гольберговская церковь. Это один из примеров чисто московской школы. Поэтому похожие храмы можно найти в Москве, похожие, но не более того. Собор Успения Пресвятой Богородицы представляет собой памятник позднего Екатерининского барокко. Как указывают многие источники, по своему архитектурному облику и внутреннему устройству, Харьковский Успенский собор весьма близок к созданному в начале 17 века собору Святого Климента в Москве. Однако считать его копией Успенского собора в Харькове нельзя, в силу значительных отличий в плане, силуэте и декоре, замена колонн на пилястры, уменьшение барабанов малых куполов и так далее. Конечно, это строительство по образцу, оно должно скорее быть подражательным, чем вот таким вот просто, ну, взяли готовый проект, да, вот, и построили такую же копию. Это, в принципе, тоже возможно, в наше время это нормально, потому что напоминает нам о том, что вот такой же храм стоит там-то, может быть там уменьшенная копия или что-то такое. Вот, но, конечно, когда мы подходим к храмовому строительству и храмовой архитектуре, как можно глубже нам следует вдумываться в те формы, образы, которые нам остались в виде храмов, вот, древних храмов. Есть примеры того, как храмы, построенные по образцу древних, вот, то есть даже, вернее, собирались храм строить по образцу древнего храма, отдали проект акустикам на обследование, на исследование, насколько вот эта архитектура будет акустически верной. И исследователи говорили, что здесь все выверено, как нигде. Вот, то есть, вот был взят точный образец, как вот, например, Псковского храма, вот, и вот там акустика гармонически сочеталась. Поэтому, конечно, в строительстве храмов это следует учитывать. Колокольня наша с золотым куполом, с часами. Первое, она все еще, это самое высокое здание нашего города, хотя уже 21 век, она построена в честь победы над Наполеоном. И иногда, когда мне спрашивают, можно ли в центре, в историческом центре, это очень такая тема популярная, строить небоскребы. Я говорю, всегда строили. Яркчайший пример – это колокольня. Чистой воды, небоскреб в историческом центре города Харькова тех лет. Так что, снести? Нет. Она лучшего, наш город, она является доминантой. И, ну, как маяк, ее с многих точек видно и так далее. А рассказ примерно следующий, что вот этот революционный архитектор по фамилии Васильев запроектировал эту колокольню. И в царской России нужно было проекты такого ранка согласовывать, ну, как мы говорим, с Москвой. И когда привезли проект в Москве, то оказалось, что колокольня Ивана Великого в Москве чуть-чуть ниже, чем в Харькове. И нам проект не согласовали, Харьковским зодчим, сказали, чтобы колокольню понизили, чтобы она была ниже, чем в Москве. Приехали в Харьков, исправили чертежи, немножко понизили колокольню, повезли в Москву и согласовали чертежи. Пришли, привезли в Харьков, все в порядке. Но на то мы и Харьков. Чертежи мы согласовали с понижением, а построили по старым чертежам. И наша колокольня выше, чем колокольня Ивана Великого в Москве. Мы обожаем это все рассказывать москвичам, которые к нам приезжают в гости, как харьковчане обожают рассказать киевлянам, что Харьков первая столица. В общем, есть такой у нас характер. В нижней части храма располагалось помещение для молитв. Акустическое свойство этого помещения заключается в том, что передача звука происходит посредством куполовидной конструкции потолка. Дело в том, что если встать в центр этого помещения, так называемое сильное место, и произнести даже шепотом что-нибудь, звук, который вы издадите, донесется прямо к вам в уши. Предположительно, таким образом читающий на службе Слово Божье, псалтырь, молитву, некоторым образом уходил в транс и соединялся с Богом. В своей недавней поездке по городам Франции я имел возможность ощутить акустические свойства католических храмов. Особое внимание привлек храм Нотр-Дам-Ла-Грант в городе Пуатье на западе Франции. Именно акустические признаки, то есть впечатления, которые производили звуки, послужили основой для их первых классификаций в античности. В изучении природы акустики, безусловно, преуспели западноевропейские ученые. Они вывели целый ряд архитектурных элементов, способствующих улучшению передачи звука, направления колебаний с помощью специальных архитектурных элементов, которые преломляют звук и направляют в определенное, нужное для лучшего качества звучания, направление. КОНЕЦ Это один из старейших храмов Франции, который является вершиной романского стиля. Храм построен во второй четверти XII века. Перекрытые полуциркульными сводами центральные и боковые нефы имеют почти равную высоту и покрытые общей двускатной кровлей. Мы с вами живем в XXI веке, поэтому слово акустика по большим меркам делится на две части. XXI век. В основном эта акустика уже, как сказать, сделанная искусственно. То есть вешаются колонки, выставляется звук, все эти караоке и прочее, прочее, прочее. Это XXI век. Но до этого всю жизнь человечества человек слышит в пространстве живой звук. И это всегда было очень важно. До реконструкции Большой театр не относился к лучшим по акустике. Он там был на каких-то местах самых далеких. Особо его никто не тестировал по акустическим характеристикам. Но после реконструкции занялись немецкие специалисты, пригласили немецких специалистов на реконструкцию этого театра. которые привлекли, именно чтобы они занимались акустикой и зала. И они какие-то существенные сделали, существенные такие изменения. Когда начиналась реконструкция филармонии, я неоднократно, много раз, на каждой планерке, которая была со строителями, с инженерами, с учеными, с архитекторами проводились, я много-много раз постоянно настаивал на том, чтобы были нормальные акустики, желательно зарубежные. В результате долгой борьбы, можно сказать, ну как бы никто сильно не сопротивлялся, но приходилось убеждать, и в результате нам удалось, мы подписали контракт с немецкими акустиками, фирмой Аннерт из Берлина. И, по крайней мере, ну хотя бы теоретически, сегодня я спокоен, эта фирма ведет два наших зала, органный и старый зал, и под постоянным наблюдением эти залы находятся. Они были смоделированы на фирме, акустика этих залов была смоделирована, проверена. После того, как они встречались с нашими архитекторами, с фирмой, с компанией «Мир», с Михаилом Самуиловичем Рабиновичем, автором проекта, руководителем проекта архитекторов. Архитектор обязан понимать все, слово «понимать». Архитектор может не быть инженером-конструктором, но он обязан понимать. Архитектор может не быть инженером водопровод, канализации, отопления, но он обязан понимать, как это все действует, где проходят короба и прочее, обязан. Поэтому эти предметы все преподаются в институте. Поэтому архитектор не делает, как сказать, такое пространство, которое нельзя отопить, осветить, и там, где будет плохо слышно. Были внесены конструктивные изменения в уже существующий проект именно по требованию немецких акустиков. Я этим очень горжусь, я этому очень рад. Действительно, они заставили зал заузить внизу, заставили поднять вверху, изменили геометрию зала в какой-то степени, хотя признали, что первоначально наши архитекторы сделали все возможное для того, чтобы акустика в новом органном зале была хорошая. И сейчас Большой театр после реконструкции, он очень сложно технически оснащен. То есть, я бы сказал, наверное, лучше вообще в мире сейчас, на данный момент, именно по техническому оснащению. Тоже стоят у нас немецкое оборудование, очень дорогое, очень хорошего качества. Один пульт стоит 10 миллионов рублей. Ну вот. А таких пультов в театре 6. Там, получается, в каждых залах, в репетиционных, на верхней сцене. Плюс очень сложная система к мутации. Это не просто пульты, а от них идут специальные блоки, которые расположены по всему театру. Они связаны с собой оптоволоконными сетями. И весь звук можно из одного зала перенаправить в другой и взять и скоммутировать прям за один клик мыши. Создание электронной акустической архитектуры это то, чем недавно занимались в Светлановском зале Московского дома музыки. Изменения внешние заметит лишь внимательный зритель. Над сценой и залом разместили больше 100 микрофонов и 160 громкоговорителей. Места их расположения выверяли с точностью до миллиметра. Звук от микрофонов передается в специальные процессоры, а затем после обработки в считанные доли секунды преобразованный звук поступает в громкоговорители в зале. После установки системы Constellation американской фирмы Meersound один светлановский зал можно будет превращать в 11 разных залов. Менять настройки можно одним нажатием кнопки на обычном ноутбуке или даже телефоне. Акустика вообще дело серьезное и если взять даже скажем акустику Успенского собора да там хорошо может быть звучит орган но и то у нас есть заключение акустиков там есть тоже проблемы акустические они в основном заключаются в том что зал строился как православный храм вернее и все рассчитано на проповедь на хор который будет петь не на сцене а наверху на хорах только там он звучит нормально поэтому когда мы играем там что-нибудь быстрое оркестром скажем или даже орган все звуки путаются если говоришь со сцены то не все слова доносятся до последнего зала если у кого-то дикция еще не очень хорошее вот нашим всем музыковедам приходится утрированно произносить каждое слово чтобы оно долетало до последних рядов вот в общем все это очень серьезные вещи если брать наш зал скажем которым мы сейчас работаем когда садится 100 человек оркестра на 2 метра всего лишь там 3 над головой медных инструментов то естественно возникает проблема проблема баланса возникает дисбаланс медик звучит громко ударные звучат громко с этим что-либо сделать очень сложно нужен новый зал вот а когда я встречался с господином Аннертом самим из Германии то он рассказал очень много вещей почему же у нас везде нет акустики ну во-первых он сказал что параметры акустики в наших всех учебниках занижены то есть западные параметры они где-то на 30 я сейчас то что я говорю я только цитирую то что он мне сказал я это мои слова не претендуют на последнюю инстанцию я говорю то что он говорил процент вот этих акустических показателей он занижен и на западе когда проектируется акустика используется даже инфразвук в расчеты попадает в наших же расчетах его нет а инфразвук мы хоть его и не слышим он на нас все равно воздействует очень большое имеет значение углы там и прочее 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 зал как правило лучше если в зале стены не параллельные стены в зале должны быть спроектированы таким образом чтобы звук был абсолютно одинаковый во всех точках зала то есть он распространяться должен по залу абсолютно одинаково вот почему у нас в новом зале органом у нас будут плиты на стенах которые вот такие ребристые которые будут делать все для того чтобы звук отражался но не резонировал а распространялся по всему залу материал из которого который должен отражать звук Он должен быть очень плотным. Считается, что лучший для акустики материал — это бетон, кирпич. Почему в храмах везде есть акустика? Потому что материал, который будет отражать звук, должен быть не легче, чем 35 килограмм на метр квадратный. Начнем с Древней Греции. В Древней Греции вот эти амфитеатры, куда влазило около 15 тысяч зрителей, они имели такую чашу и вот эту сцену. И было очень хорошо все слышно. 15 тысяч зрителей все прекрасно слышали, все, что происходило на сцене. Я вам скажу степень важности. Когда что-то происходило в таком театре, в городе был выходной. И все люди приходили послушать то, что там происходило. После Древней Греции эта тема продолжалась. Древний Рим. Они эту чашу замкнули. И вот тогда появилось слово «цирк». Один из таких примеров это Колизей. Древний Рим в нашем современном Риме, в Италии, в центре города стоит полуразрушенное такое здание, этот Колизей. Для сравнения, чтобы вы понимали его масштабы, Харьковский стадион «Металлист». Туда помещается чуть-чуть больше 40 тысяч зрителей. В Древнем Риме, в Колизее, туда входило 50 тысяч зрителей. И массовые действия всегда привлекали люди. Вы знаете, зрелище, хлеба, ну это известные всем выражениям. Как вот мне рассказывали, предположим, наш оперный театр строили. У тебя алюминий есть? Так, да, шоперному театру. У тебя дерево есть? Есть. У тебя плитка есть? Какая? Такая, да, шоперный театр. Никто об этом не думал, потому что нужно было к 7 ноября или к 1 мая что-то построить. Вот в результате и построили. Одним из лучших оперных театров с прекрасным залом, это, конечно, Сиднеевская опера. Там два прекрасных, красивых зала. Мало того, что Сиднеевская опера, она хороша снаружи, мы знаем эти паруса, все очень красиво. Там два больших зала. И оперный зал, по-моему, самый большой в мире, в Сиднеевске, это 2700 зрителей, значит, зрителей и слушателей. И поменьше, полторы тысячи. Как правило, залы именно на полторы тысячи зрителей, потому что живой голос на большее ему уже тяжело в закрытом помещении, чтобы не было пересечения там волн и так далее. И уходя из Сиднеев в наш родной Харьков, один из лучших залов со стороны вопроса акустики, конечно же, это мы, харьковчане, его знаем как ДК Хэмс. В свое время это был театр красных заводов, как-то так он назывался, когда была Харьков первая столица, вот тогда был построен на базе старого театра, было построено новое здание в стиле конструктивизм, как мы тогда носили. И этот зал длительное время был самым лучшим, тоже на полторы тысячи человек. И в наше время уже Пугачева там выступала в каких-то годах. Это очень хороший с акустической точки зрения зал. Мы живем сегодня в век, в 21 веке, естественно, акустика сегодня, электроника, вся эта шагнула очень далеко. Но я, честно говоря, предпочитаю нормальную акустику живую. И мне приходилось дирижировать в Венской филармонии, в Рудольфинум Холле в Праге, в Мюнхенской филармонии, во многих других залах и театрах. Но проблем там с этим нет, и не нужно никакую электронную акустику. Хотя вот в Соединенных Штатах я дирижировал в Dallas Symphony. Там, да, там стоит огромный, в несколько метров ширину пульт в центре зала. Не видно, где эти колонки, не видно, где эти микрофоны. Но акустика не живая и очень приличная. В настоящий момент реконструкция Харьковской филармонии продолжается. Открытие нового органного зала уже намечено в следующем году. И нам только остается пожелать строителям удачи, сил и терпения довершить начатое, очень важное для города дело. Как сказал выдающийся польский поэт и философ 20 века Станислав Ежи-Лец, каждый зритель приносит в театр свою собственную акустику. Приходите в театр, концертный зал и приносите частичку своей акустики. Продолжение следует...